Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы вчера вернулись в 2 часа ночи и вышли в эфир. Вы вообще такое себе представляете? В 2 часа ночи мы вышли в эфир в прямой. Зашли в азбуку «Вкусы по дороге», съели 3 шоколадных печенья, вместо встречи нельзя. Вы вообще понимаете? Это такой бред. Мы ушли из этой столовой вареничной, ждали такси, такси не приехало. Мы пошли в азбуку «Вкусы», я съела 2 печенья. Причем я думала, что ладно, слава богу, думаю, в этой вареничной не съела вареники, а съела только салат из капустных листьев. В итоге меня загубила эта азбука «Вкуса», но это еще не все. Я пришла после, вышла в 2 часа ночи в эфир и съела еще пачку творога. Я даже не снимала вчера косметику. И вот это вот, и так вот легла. Поняли, да? Мам, а есть нечего, да? А че? Я жду не дождусь, когда мне пойдут волосы делать. Потому что я больше так ходить не могу. О, спасибо, что вы мне поставили комментарии. Мне самой не нравится. У меня, я маме говорю, мам, почему я говорю через нос все время? Мне не нравится. Да нет, я вчера не выпила ничего. Ты ездишь в зал. Ой, супер. Я выпила 50 грамм водки. И вареничную закрыли. Я вышла и говорю маме с сестрой, говорю, что мы пришли, мы вообще не выпили. Мам, в общем, мама не пойми где. Вов, вставай. Блин, мам, почему ты меня не разбудила, мам? Мне же Кали, косметологу, сейчас у меня надо было. Она из-за меня пришла. Блин. Какая же я глупая. Доброе утро, девчонки. Доброе утро, мои родные. Мы вас так любим. Я Алену поздравила с рождением сына. А я ей написала. Я так рада, что Ебаров летит к ней. Я просто счастлива. Я кофе пью на работе. Блин, а ты в субботу работаешь, да? Яков Смеликана очень вкусный. Ты классная. Ой, спасибо. А вы знаете, куда сейчас с мамой идем? Мы с мамой идем в Академию хорового искусства. Я буду заниматься там. Поскольку я готовлюсь к концерту с Леночкой Хроминой. Маш, ты в мамином халате? Это не халат вообще, а знаете что? Это платье из этого. Из Индии. С Мальдив. Очень крутое. Из Индии, да? Оно очень крутое. Покупалось там в дорогом магазине фирменных вещей. И оно даже предназначено для улицы. Просто мы не носили его на улице. Мам! Мое молочко я себе добавляю 0,5. А маме ее. 4,5% жирности. Она мне сейчас из ванны кричит. А мне мое. Ну, приятного аппетита, это, конечно, громко сказано. Потому что есть, к сожалению, нечего. Нет, нет, ничего. А, тосты с сыром. Сейчас будем с хрустящим. Нет, хрустящим не будем. Вот, молочко, мое любимое. Алена, конечно, примет Ебарова. Это даже не обсуждается. И они выиграют свадьбу на миллион. Я очень умная, я все знаю. По сути, что не принять отца ребенка. Аленка хорошая баба очень. Видно, любила его очень. А Рита ему все нервы измотала. Я видела ее с ней встречалась лично несколько раз. Она мне вообще не понравилась. Мама, вернись. Вернись, говорит, в эфир. Привет, мои родные. Мы сейчас едем в академию. На репетицию. Почему тебе вечно нечего кушать дома? Но вчера я сделала рыбку. Как вызывалась рыба? Сказала, в один раз из студии. Ой, какая ты это. Ты сделала себе патчи под глаза. А я тоже хочу. Мама, тебя требуют в студию. Видите, мама не выходит. Ой, сейчас, где мне кофе? Каня уже не поедет. Училище нажимается имя Дмитрия Георгиевича Шаталова. Я очень горжусь. А мы не в ресторане были. Мы были, знаете, где? Вареничной. Вареничной. Советская вареничная называется. Какая хорошая вареничная прелесть. Маша, где молочко еще налить? Не надо, мам. Я полпачки налила тебе. Ну, что-то крепкие. Я полпачки. Мам. Не надо. Ну, крепкие очень. Ну, я полпачки налил. Бабонечка. Ой, а тебе покушать. А тебе покушать. Вы знаете, у меня не накрашенные глаза. У меня просто нижняя ресница нарушенная. Мамочка прелестна. Спасибо. Вот сел за стол. Сначала накорми малого и собак. Машуль, посмотрела на твою маму, как она занимается рассадой. Сегодня тоже что-нибудь посажу. Мам, ты людей доводишь? Чем? Нет. Вот сейчас давайте вместе смеемся. Вот этот баклажар, вот этот. Это уже не смешно. Вы знаете, что я понимаю? Хорошо, что он со мной не в постели спит еще. Клянусь вам. Почему к нему такое особенное отношение? Я не понимаю просто. Именно баклажар полосатик. Я уже... Разве я думала, что у меня вместо еды за столом всегда будет стоять полосатик? 12 часов. Не виновата. Чего ты меня не разбудила? Маш, ну, ну что, я сама не встала. Собака учется, сегодня спокойно спала. Почему-то я не встала. А почему? Не знаю. Она же обычно будет нас. Обычно она ходит меня, лижет лижет. Мы едем с мамочкой сейчас на работу. Каня, Каня не поехала. Я же тебе говорила про работу, да? Мамуль, дай, пожалуйста, советы по посадке. Мы не можем дать советы. Маша, ты не хочешь дарить свои доесть? Нет. Нет. Так что творожок свой хочешь дарить? Творожок свой. Творожок совет, привет. Штрих как? Штрих это мой парень бывший, Андрюша. Маша, у меня есть косточка из-под корочки. Фу, я не хочу это с утра. А что ты хочешь? Хочу хлеб. А у тебя есть пиньки? Он завял. Завял? Да. Нет, хороший очень. Он завял? Нет, конечно. И масло сливочное буду. А, это наш фирменный сыр, который ты купила. Да. Все, все шикарно. Мама такая красивая. Да ладно, мама красивая. Ребята, вы хотите, чтобы я сняла фильтр? Ладно. Мама, ты куда пошла? В горечке. Сейчас я приду. Тебе иди, я не могу поставить. Знаете, что, дорогие мои? Мне, к сожалению, вот я сейчас вышла, но читать ничего не смогу, потому что мне надо со студентами играть ноты. А когда я много смотрю, вот этот вот телевизор маленький, я плохо вижу. Сейчас я сырочек себе нарежу. Есть нечего. Вот это просто сыром, и ничего не надо больше. Понимаете? Все. С маслом, с сыром. С хлебом, с маслом. Правда? Ой, она мне это сделала. Так, а как убрать? Скажите, как у кошки убрать? Правда, еще. Вот может, вот это смешное лицо. Сейчас попробую нажать. Сейчас не то, что-то нажму. Нажму? Нет, не то, что-то. Не знаю, что нажать. Вот просто не знаю. Чего нажать надо? А нажму чего-нибудь не то? Мам, Маш, что нажать, чтобы меня не было, а? Уши. Мало того, что у меня патчет под глазами, я еще эти патчи положила, потому что у меня уже морщины. Все, машины патчи меня выручают. Я сделаю, и они временно у меня уходят. Прям хорошо так, знаете, смотрятся. Машенька, пожалуйста, иди сюда на минуточку, бери уши. Ты тоже сделала? Давай. Маша пришла. Давай. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. Здравствуйте. И потом похоже придешь ко мне. Да здесь еще очень такое отношение ко мне вдруг стало резко. Какая-то плохая. Хорошая, очень. Я тебе что сделала? Ой, спасение мое. Патчет? Ага. Не мое. Меня Вера курочка научила. Это Вера? А кстати, как они? Курочка, не знаешь? Есть? Спейте. Хорошо. Хорошо. Что-то я сахарочку захотела. Сахар? Ей не стоит. Сахар нельзя. Он поднимает уровень в крови. Резкий скачок гликемического индекса. И после этого резко хочется есть тут же. Сахар за это? Ага. Ну, 1200, по-моему, да? Где-то. Штук? Называется Gold and Snail. Но они офигенные. Очень хорошие. Обалдеть. Они так снимают быстро отеки. Мне очень нравится. Мамы, что за все? Видите, на. Нос. Нет, видно. Вот, видите. Не знаю. Изготовлены вы ранее. Аня сейчас написала, что не может сегодня меня принять. Не может? Да. Мы как-то просыпались на доме 2. Нас будили. Вот, возьми. И заставляли тут же разговаривать в комнате. А потом на кухне. Прямо сразу. Короче, беспрестанно мы болтали. Маш, ты много пьешь? Блин. Сегодня передача про девочек. Про Машу и Дашу Реденевых. Во сколько? Сейчас, что ли? На НТВ. С утра? Вечером. Ну, а что тогда? Это мне напомнили наши люди. Молодец. Спасибо вам. Сыр пармезан. Нет, не пармезан. Другой какой-то. Подождите. Очень вкусный. Твердый. Очень. Офигенный. Иранский сыр. Я забыл название, к сожалению. Да. Блин. Гоя. Низкий процент жирности. Написано. Низкий, да? Да. Килограмм стоит 800 рублей. Гоя. Нет. Он стоил 900 с чем-то. А это была, ну, что-то какая-то скидка была. Стоил что-то 700 с чем-то. Написано 800. А, может быть. А я себе на ТВ поставлю напоминание. Блин, спасибо огромное. А потом напишите еще, Маша. Мне так приятно. Мы бы тобой занимались. Я бы нифига не... Я бы никогда не вспомнила, клянусь. Маслица хочу сливочного. Очень хочу. Мам, вообще, если должна горчить, ну? Но ты масло купила очень плохое, сливочное, дешевое. Ты что? Это хорошее, а? 82% жирности. Нормальное масло. Вот ниже, говорят, нельзя покупать. Тогда это якобы не масло. А это хорошее маслице. Передача называется «Звезды сошлись». Будет на Машеньку и Машу. Будет на НТВ. С Лерой Кудрявцевой, пожалуйста, посмотрите. Юбаров, да, уже летит в Москву к Алене. Ну, понятно, что он соленый будет. Дай бог. Состав чего? А, масло. Я бы хотела, чтобы он ребеночка воспитал. Потом Алена его любила. И он ее любил. И вот я... Ну, так у него сложилась неудачная жизнь, я считаю, неудачная. И сейчас вдруг вот поворот резкий, и все будет хорошо. Как тебе не стыдно такое говорить? Каждому бы так неудачно. 150 зарплата. Ребенок. Алена шикарная совершенно женщина. Просто роскошная. Ее мама роскошная. Да. Да как это? Это просто ему подарок бога был, я считаю, в виде Алены. Ну, да. Не проститутка, ничего. Умная очень в свои 20 лет. Разумно рассуждает. Не истеричка. Это вообще просто. Он попал в сказку, а ты говоришь несчастный. Свинья он не благодарен. Вот это неправильно сейчас. Простите. Вот это неправо. Все хорошо сказала. Это неправильно. Простите, я сейчас неправа. Я считаю, что простить-то можно, конечно. Вы что? Простить нужно даже. Не завидуй мне. Никто не знает, как кто живет. Дочь, поверь мне. Лучше иногда проснуться и пойти на работу в школу. Потому что у меня через такое прошло. Не дай бог никому. Мне мама вот не разрешает писать продолжение истории. Номер два. Потому что она сказала, что от меня отвернется вся страна. Так это все сложно было. Я сказала, не страна, а я от тебя тогда. А, мама отвернется. Это то же самое, что весь мир. Ну, вот так вот. Маша, стой огонь. Привет, горного Алтая. Мамуль, что такое? Пару слов. Не хочу. Я уже сказала. А я сегодня пойду в Мобберц. Борщ. Сейчас проверю. Ладно. У меня все, эту плесень уже будет. Я все видела? А, у нас спросили, где Катя сейчас? Все. Немножко там стал плесень. Поможешь. Смотри. Все, Катя. Сыр-то вот все. Кусочек остался маленький. Сейчас у меня попужились растения, жатвы. Привет из Беларуси. Моя 28 лет. Галиева. Люди, напишите, чтобы она умывалась. Смотрите противник. Дочь. Что с тобой делать? Блокировать себя? Или ты сама уйдешь от меня? Как ты считаешь? Блокировать или сама уйдешь? Почему она сама-то не говорит, чего там? А людей просит сказать. Так она может и сама сказать, но... Зачем? Если ей противно, надо человеку помочь. У нее не хватает воли самой отписаться. Что делать? Вы знаете... Вы думаете, мне не противно ложиться на крашеные? Это ужасно. Но сил смывать просто иногда нет косметику. Ну, правда же вам. Прокомментирую ситуацию. А я считаю, что ты сейчас на передаче «Голубой огонек». Говори. У тебя сейчас звездный час. Вы знаете, я... Ну, какой звездный? 700 человек смотрят тебя. Вы меня впервые в жизни. Впервые в жизни. Мальчик, ну это же в твоем аккаунте. Нет. Прокомментируй ситуацию. Вы знаете, я недавно прочитала пост. То ли это, вот не помню, хоум енота, то ли это Лена Хромина, то ли еще кто, не помню кто, но, короче, там было написано. Нужно давать советы, когда вас спрашивают. А если вас не спрашивают... Девочки, не давать. Почему-то вот так написали. Я всем советую вас в Бокивкурсе купить вот этот творог. Он просто уникальный. Запомните. Я его сейчас буду есть. А потом... Инна! Иди быстрее. А потом есть советы, которые дают люди, а есть, которые нет. Вот это варенье с ежевикой, да? Нет. Это земляникой. Смотрите, земляникой. Маш, дай чистую. Инна! Ложечку чистую, дай. Инна! Маш, вот. Рассказывай. Инна, что, как дела? Ну, так. Ну, лучше, нет? Мам, предать вам надо. Ну, пока УЗИ 15-го только. УЗИ 15-го. Поэтому еще ничего не могу сказать. Вот. Кирна! Все хорошо будет. О, моя девочка. Я тебя потеряла, дочь. УЗИ 15-го. Я тут, я с вами. Я расстроена. Я просто вчера вечером ждала-ждала вас, но поняла, что вы это, поздно пришли. Мы поздно встретились. Легла и все, выключилась телефон. Поздно встретились. Нет, ты знаешь, на сколько мы вернулись? Потому что у нашей, у моей племянницы работа была до 10-ти вечера. Мы встретились с ней только где-то часов. Около 11. В 11 пришли в кафе. Ну, быстро. Около телеграфа центрального, ну, который мы любим. А там, знаешь, что было? Там жутко играла музыка, а я это совершенно не выдерживаю. И мы были вынуждены уйти в другое кафе. И, представляешь, случайно оказались в советском кафе. Маш, вот это вот мягкое, вот это мягкое. Ну, я видела вчера, да. Причем, знаешь, я прям в шоке была. Ну, мягкий, мягкий, умытый. Свощи-щи. Я там никогда не была в жизни, вот в этом кафе советском, вареничный. Мне так понравилась там атмосфера, знаешь, таких 50-х годов. Старые магнитофоны, полы старые. И, главное, еда там, вареники, селедка. Мне очень понравилась. Ну, вкусненько, понятно. Хорошо, молодцы. Помянули бабушку? Да. Помнили, помянули, хорошо. Спасибо, девочки. Пишут мне все хорошо. Спасибо огромное, прям спасибо. От тебя все очень хорошо. Спасибо, я вот, у меня вот свечка горит. Я молюсь всем святым. Ой, ну как там, смотри, мам. Какая молодец. Ну, это вот все святые, да, все святые. И вот я молюсь. Прошу здоровья всем. Чтоб все было у всех хорошо. Вот. Ин, ты молодец у меня. Да, моя золотая. Молодец. Да вы молодцы. Тоже не хандри, поняла? Это вот один день. Хандри. Один день, Ин, я даже их испугалась сама. Понятно, мы все пугаемся. Вот я тоже тогда тебе говорила, писала. Тоже, когда идет такой момент, когда ты пугаешься. И сдвиг происходит. Страшно же. Ин, слушай, пиши. Болячки, это... Что с тобой? Чем ты болеешь? Не буду говорить, ладно? Не буду. Все хорошо. Все пройдет. Не хочу. Про эти болячки, ну их нафиг. Да. Лучше пусть в ленте будет все хорошо у всех и замечательно. Мы тебя очень любим. И я люблю. Давай, моя хорошая. Все, давай. Хорошего настроения. Давай. О, заел в эфир. Вы знаете, что самое главное? То, что у нас, наконец-то, интернет-дом подключили. Леночка, здоровья тебе, да. Я очень люблю. Она болеет, да. Поэтому я немножко за нее переживаю. У нас все будет хорошо, как говорится. Без фильтра лучше. У меня. Я вообще пугаюсь без фильтра. Что случилось? Что случилось? С кем? Доброе утро, родные. Доброе утро, мои хорошие. Когда вас увидел, я испугался, честное слово. Блин. Ну, что делать? Такое у меня сама себя пугаюсь. Утро. В зеркало. Правда. А потом, сзади немножко привыкаю и лучше становится. А так сама боюсь. Инночка у нас приболела, к сожалению. Доченька моя. Но будет все нормально. Это моя подписчица, но уже подругой стала. Вот. Мам! Ты где? Мам! Мама ушла. Себя спросила. Ммм. Странно. Вчера в интернет подключили. Дома. Я ем вот такой вот творожок. Но что-то я не хочу. Поэтому сейчас всем миндаль. Вчера должны были встретиться с Мэри. В Магадань. Но. К сожалению, не получилось. Ну, в субботу можно встать и в пять вечера. Правильно? Спасибо большое. Мне очень приятно. Доченька. Почему? Потому что у меня мама меня звала всю жизнь и зовет доча. Доченька моя доченька. И я привыкла. И всех, кого люблю, тоже зовут доченька. Машенька. Машенька, это чудо. Обожаю вас с мамочкой. Мы живем вдвоем с мамочкой. Не, в оба еще. Ну, что? Списали. Мужикат. Единственного. Со счетов-то. В оба. О, курага. Мне мама купила целый пакет кураги. Это удача. Мама куда-то ушла. Не знаю, куда. Честно, меня кошкам равнодушно. Можно курагу. Еще раз с ним. Первое у меня. Нижние реснички тоже нарастила. Потому что я обленилась и вообще не хочу краситься. Какой мужчина такой вытерпит? Ну вот, никакой. Поэтому мы живем вдвоем. Маш, ты любишь сладкое? Очень. Но я его не ем. Я покупаю сахарозаменитель фит-парад. Мамуль. Во сколько? Тебе же к двум. К сорока. Ну вот выходи до ней в час. Зачем если к двум сорока в час? Сегодня суббота. Потому что я дойду пока до метро. Ты на метро? Давай на такси. Нет, конечно. Меня сейчас быстро сажают. Нет, ты сейчас собаку кипу гулять должна. Поэтому... Ребят. Я пойду быстро краситься с вами. Нет, я люблю всех животных. Но, как бы, кошкам я более равнодушна, чем собакам. Да у меня собаки, вот. Где он? Вставай, давай. Вот. Ну, посмотрите. Это же Володя. Это же просто ангел. Ну, вот это ты. Еще меня перед зрителями позоришь, идиот. Улыбнись. Улыбочка. Он улыбается. Он улыбается. Все. Пошел вон отсюда. Почему он рычит постоянно? Ну, он всегда так рычит. Иди ко мне на ручку. Иди ко мне. Иди сюда. Вот иди сюда. Сидеть. Иди ко мне разную ручку. Ну, иди ко мне. Покажи, какой ты красавец. Смотришь, какой ты хороший. Сиди. Дай лапочку. Дай лапочку. Молодец. Дай так. Подожди, я протру экран. Держать. Да ты молодец. Сейчас я тебе дам вкусняшечку какую-нибудь. Дам вкусняшечку. Вова. Вова. Иди ко мне. Сидеть. Голос. Сиди. Держать. Молодец. Ангелочек мой. Ангелочек такой хороший. Такой золотой. Он вообще не рычит. Он сокровище. Сокровище маленькое. Такой хороший. Он меня не воспринимает как личность. Как хозяйку. Поэтому считает, что может на меня все время ручать. Неблагодарный пес. Я его, понимаешь, домой привезла. Воспитывала с пеленок. Неблагодарная скотина. Так. Ой, ребят, меня ничего не спасло. Даже патчи сегодня. Господи, бог ты мой. Ой. Мятая, как жёваная бумага от газет. Какой ужас. Боже мой. Это же просто. Сейчас меня же ещё кто-то увидит в таком виде. Косяк все свои, да? Ааааа. Господи. Какой кошмар. Машуль, нос, ну видно, вот видите, видно же слом, к сожалению. Но Аня мне сейчас написала, что у нее дождь заболела, и поэтому она не может сегодня со мной встретиться, ну принять. Так что видите, то, что я проспала, даже и к лучшему. Глаза мои на тебя не глядели. Мне тебя блокировать или ты сам уйдешь, как ты считаешь? Блокировать или сам уйдешь, сынок? Она не умывается. Нет, я умываюсь, но не очень люблю смывать макияж. Смотрите, что у меня есть. Всем советую, это не реклама. Вот так вот беру, смотрите внимательно. Блин. И появляется вот такая розочка. Видно, нет? Да нет, вы знаете, я привыкла. Меня мужчины постоянно обижают, поэтому... Мне это уже так надоело все. Нет, платье не наизнанку, вот так положено. А, право наизнанку. Спасибо, что сказали, но я переодевать уже не буду. Это корейская пенка для умывания. Корейская. Уникальная. Да мне... Мне не нравится, когда меня обижают, если честно. Ужас! Я здесь, сейчас смою лицо. Мам, что-то у меня вид какой-то не первой свежести, а. Как ты думаешь, почему так? Где-то надо сделать масло. А-а-а. Это уникальный гель. Вот он. Корейский. Для умывания с гиалуроновой красотой. Ой, с гиалуроновой красотой. Кислотой. Мамуль, скажи, а вот у меня пакетик стоял с духами. И со свиньей. Где он? Пакет с изображением свиньи. Это вот было под загар на такая штучка. Ой, на лицо, чтобы перед макияжем наносить. А у меня видишь какой-то пакет? На, вот это не такой вот этот штучка. Нет, помнишь, со свиньей стоял? Где? Не знаю. Как? Это вот перед макияжем там наносить надо. С гиалуронкой свинья была. Убрала, нет? Я не брала. Я этим не пользуюсь ни чек. И косметика, я только вообще делала. И маски. Вот это ничем не красится. Что это? И так уже все страна знает. Ребята, смотрите, хотела вам рассказать. Вот такой у меня хайлайтер. Вот это я под макияж наношу с изображением свиньи. Уникальные средства. Вот это вот мои духи любимые. Монтали ваниль абсолют. А это вот герлен офигенный крем биби. Все рассказала вам. На коммунальные, блин, дорого. Потому что здесь дом, знаете какой, охраняемый, плюс консьержки, плюс все. Входит в это. Поэтому недешево выходит, к сожалению, большому. Ты опухла. Не исключаю такого момента. Что я после вчерашнего могла опухнуть. У меня нет коллекции вин. Но ты мне можешь подарить. И тогда у меня будет. Мам, ты знаешь, что? Посмотри. Я лицо прям не узнаю. Да? Да. Я тебя смотрю и узнаю. Покажись. Не знаю, куда делать. Мятая вся. Маш, ну ты же не знал, куда делать. Нет, ты знаешь, что? Надо сделать горяченькой, холодненькой, горяченькой, холодненькой. И все пойдет. Морщины какие-то под глазами. Ой, ты такая умная, мам. А вообще, я тебе скажу, это плохо лестница нарученная. Без ромности, ничего нельзя лишнего. А без наручных я не могу ходить. Ребят, ну это что же за дела такие, а? Машенька, ты замечательная. Я с вами день начинаю. Я счастлива вашим эфиром. Ой. Вы знаете, мы вчера пришли в эту вареничную. Для нас вечер, не вечер, клянусь. Сидим. Мама. Ну, имеется в виду, мама говорит. Маш, сейчас приедем, говорит, в 2 часа ночи выйдем в эфир. Представляете? И так приятно было. В эфире было 260 человек. Нет, а в общей сложности около 3000, даже в 2 часа ночи. Очень приятно. Ну, я вам уже показывала, что с носом, когда у меня, Андрей, ну, мы расставались. Видите, я как проломила себе на нервной почве. Может, с почками что? Так с почками, это все знают, что у меня что? После анорексии-то. Еще бы. И без наручных ты красавица. Ну, это все комплексы у меня, говорят обо мне. Все-таки, когда муж бросает, самооценка-то подрывается основательно. Вот у мамы не подорвалась самооценка, слава богу, мои. Хотя нет, ну, просто, знаете, у меня по жизни, мы вчера обсуждали, она легкая. Более легкая, чем я. Я все-таки такая тяжеловатая баба. Нет, вы знаете, плакать бесполезно. Понимаете? Ну, вот так вот судьба повернулась и все. И что теперь, все время жить и плакать? Нет. Ну, хорошо, если вы в другом городе. Это гораздо легче. Ой, да. Вот это гораздо легче. А то, как в Самару приехали, Сашка была. Вот главное, жить в другом городе. А то, когда видишь, думаешь, ой, все нормально, все хорошо, как прежде. Нет. Ни хрена. Мам, ты знаешь, что у меня? Какой-то залом под глазами жуткий. Ну, Маш. Пожалей меня. Ну, пожалей, поцелуй иди меня. Поцелуй дочу. Как это? Не целует меня мама, видите? Что сделаешь? Ребят, посмотрите, у меня все проломлено. Видите мозоли от скрипки? Какие ногти мои родные? Какие ногти, котята? Выйди, пожалуйста, переоди меня на изнарку. Нет, я буду на изнарку ставить. У меня некуда уже. А я уже ухожу. С тобой. Я с тобой иду. Вот мама, все нервы у меня, это, издеваются. Маш, Африкантова сказала, что ты снимаешь квартиру. Танечка, вы имеете ввиду? Или кто? Танечка вообще рассказала мой секрет с Мариной. Я очень расстроена из-за этого. Ты куда идете? Средство НИКС. ЦВ-02. Очень хорошее. Перед ним так нельзя ходить. А что будет? Почему нельзя? Так, сейчас коронный номер. Буду наносить карет. Да, ребят, пусть говорят, что я алкашка. Мне вообще пофиг. Вот честно, клянусь вам, я хорошо играю, спасибо. А муж в Москве вообще, естественно. Где же он живет? О, нормально коррекцию сделала, нет? Сына, я с тобой нигде не встречусь, родной. Ты такие гадости пишешь. Ты что, попутал, что ли? Дай бог, чтобы ты никогда мне не снился. Вот, все. Отлично. Да кого побьют? У меня уже столько в жизни всего пережила, что я ничего не боюсь. Мои котятки. Потому что я неохота сейчас снимать платье, переодевать. Потому что мы, это, убегаем с мамой. А это время лишнее тратить, родные мои. Короче, всем хочу посоветовать сходить в вареничную. Это прям тема. Маш, нужен твой совет. Давайте. Какой? Я готова всем дать. Ну, с советом я веду. А то сейчас неправильно поймут опять меня. Тут есть такие мужчины. Привет. Всем привет. Патчи с улиткой я заказываю в корейском магазине. Сантинешоп, кажется, да. Но прям мне очень они помогают. Музыка нравится. Мне нравится классическая, ребят. Я с трех лет занималась на скрипке, училась в консерватории. Сами понимаете, вся семья музыкантов абсолютно. Поэтому мне нравится музыка Рахманинова, Чайковского, Сибелиуса. Из легкой люблю джаз, естественно. Это, не знаю, там, Рэй Чарльз, Оскар Питерсон. Кто там еще у нас гениальный. Дэйн Браун, Фрэнк Синатра. Мне нравится такая музыка. Попсу. Ну, к попсе, честно, я равнодушна. Я могу, конечно, спеть где-то там. Все люди как-то говорят, а, суперзвезд, да. Но это же смешно. Ну, это же смешно. По сравнению с той музыкой, на которой я воспитывалась, вся остальная кажется полным говно. Баста нравится мне. Вспомнила. Хотя бы более-менее. Спасибо, Маша. Маша, любишь краситься? Я вынуждена. Вы знаете, у меня такие комплексы. Ну, на самом-то деле, чего скрывать. Что я вынуждена краситься. Мне очень тяжело себя чувствовать какое-то там, ну, привлекательное, если они накрашены. Да я когда накрашусь, все равно, когда куда-то прихожу, считаю, что там, ну, блин, куда мне там. Она очень тяжелая для меня. Ага. Не знаю. Какой у тебя вес сейчас? Вы знаете, мне же нельзя взвешиваться после болезни, к сожалению. Мне врачи не разрешают взвешиваться. Я не знаю, сколько я вешаю. Ну, вес в последний раз, когда, было 51. Мне кажется, у всех есть комплексы. Ну, не, не у всех. Не буду говорить, кто, но некоторые, кто был в мой период со мной на Доме-2, считал, что является самим совершенством. Поэтому тут я с вами не согласна. Не у всех комплексы мои хорошие. Машенька, ты крашуешься, как профессионал. Ну, конечно, я же училась. Я прошла курсы. Визажист. У меня диплом есть даже. Такие вот дела. Че, мам, ты ходишь там? Слышите, мама недовольная ходит, а? Недовольная ходит. Смотрите на нее. Смотри. Вот. Покажи, покажи людям. Не важно. Смысл, не важно. Представляете, вот такая стопка, ну, вот. Маша, смотри, теперь вот это надо, повторишь, я взяла тебе, надо иногда продать. А что это? Ну, ты помнишь. А, испанский танец? Да, ты же сможешь его. А? Не факт. Ну, попробовать можно? Ну, попробуйте. Машенька, не надо чернить лишнего. Сейчас зима идет. Надо посвятить. Ты красотка в любом виде. Ой, спасибо большое. Мы сейчас, я буду заниматься, мы с мамой едем. Хотите, я выйду, вам покажу, как я буду играть. Мы с мамой играли вместе. Мама любит, это очень красиво. Кстати, хотите, я буду выкладывать чаще такие видосы в сторис. Ну, если вы хотите. Я же просто не знаю, вам нравится, например, или нет. Если вам нравится, я буду выходить и показывать, как мы с мамочкой играем. Очень хотим. А, ну тогда без вопросов. Нет, нет, Маша, здесь не статус, как ты, в котором же не делал. Ну, сейчас я не говорю, кто тут снимает, пожалуйста. Пожалуйста, тут очень хорошо. Ну, все можно с ним говорить. Да, просто. Ну, все. Мам. Ты знаешь, что на тебя Марина Африкантова подписалась? На твой аккаунт. Ну, это очень мне приятно. Приятно? Да, я Марину уже люблю очень. Вот. Марина, это же... Золото. Марина, это моя любовь. Маш, хотим ваши видосы. Спасибо. Ну, про, знаете, как-то это... Я раньше ставила видео, где я играю. И отмечала не очень много. А сейчас смотрю, начала много очень меня отмечать именно в плане игры. И я подумала, что надо, наверное, выкладывать чаще. Раз вам нравится. Брови... Я что-то не люблю их подкрашивать, если честно. Но у меня же есть на них этот... Напыление. Я тоже выхожу. Что ты, Мамош? Я думаю, что Дима здесь. Неси культуру в массы. Да. Мы с братом своим поговорили, с Димой Файном. Ну, помните, да? И он мне говорит, Мань, вот смотри. У нас, говорит, все-таки наше предназначение снести культуру в массы, как вы правильно сказали. Видите, школу музыкальную он открыл. Молодец какой у меня. Хотя это, сами понимаете, насколько сложно вообще. Мам, что ты потеряла? Пожалуйста. Мама расстроена, все потеряла. Все потеряла. Объем ресничек 3D. Ну, они очень красивые у меня. Мама ходит, ворчит, ворчит. Что-то непонятно тоже. Ребята, у меня нет машины. Она есть? Теоретически. Но... Практически. А, практически есть. А, мне нужно надеть обувь. Я не могу на патре стоять. Да, я не знаю. Мама, что за сериалом? Деньги. Деньги по сериалам? Я не понимаю, где они. По сериалам? А, они в другой сумке. Вот что значит сумки разные. Я бы сейчас ушла и не езжала. Все сумки разные. Вот они. Наш раз? Конечно. Назайду сейчас. Только еще не дешевле. Нельзя много разных носить. Я вечер взяла маленькую. Ты мне сказал, что нечего таскаться с большой сумкой. Правильно. Нечего ночью таскаться с большой сумкой. А то еще подойдут, подумают, что это их сумка. И отберут. Такое бывает. Куда собираешься? Мы с мамочкой сейчас уходим. К маме на работу. Вот. А, все-все, штуку. Кстати, я хотела, знаете, что вам рассказать? Что у мамы, у мамы на работе, ее ученик очень сильно заболел. Я хочу вам показать фотографию. Певец. Ему 20 с чем лет. Мам. Показали, пожалуйста. Просто, просто. Нет, это не так. Я хочу рассказать лично. Да. По-другому с вами. А я был, знаешь, что с ним точно? Ну, смотри, что. Ну, я пока не могу. Ну, короче. У него, у него нашли опухоль. И ему нужна помощь очень. Там написано это, да? Да. Я просто хотела лично вам рассказать об этом. Что ты никогда не красишься? Я имею в виду, что не... Ну, пост я выложу, естественно. Ну, просто хотела сказать Вивдич, его фамилия. Очень красивый парень. Просто. Когда ты красишься? Он же талантливый очень парень. Очень талантливый. Скажи два слова. Это же твой ученик. Вы знаете, он необыкновенно талантливый. Он знает языки. Красоты неописуемо. Да, да. Он очень красивый парень, очень хороший. Ну, вот такая беда случилась. Он молодой совершенно. И вот нужна от каждого, если кто может. Потому что действительно я его знаю лично. Это очень хороший. Наш студент в академии учится. Лечение бешеное. И вы знаете, сразу баснословное лечение стоит очень дорого. Ну, вот. Не дай бог, вот так беда бывает. Давайте я выложу пост. Ну, просто, знаете, как бы я... Ну, мне столько людей обращаются за помощью. Я знаю, что, ну, просто выкладывать, не рассказав, смысла нет. Ну, лично, как для меня. Скажи, пожалуйста, а ты помнишь, где ты вчера сняла и бросила колечки свои опять? Нет, конечно. Вот, видишь? Я ничего не помню. Вот на одно место надо... Ты бы сейчас не нашла, Маш? Около плетей сняла и просто бросила. Я их положу. Ой, Господи. Так, все, я готова, родная. Да, собирают деньги, ребят. Вот смотри, мне сказали, носить кошелек. Вот сказали, носи кошелек. Я, значит, нашла свой кошелек, который мне... Вот я раньше работала в капелле, в Новокуйбергске. Ой, замечательная капелла. Там Пахомов был, Александр Иванович Час. Это капелла, названная его именем. Ой, такой мужик был хороший. Ну, ладно, вот. Тоже рано ушел. Короче говоря, они мне на юбилей подарили на какой-то... Вот такой кошелек красивый, кожаный. И я туда сейчас положила тысячу и мелочь. И поднять невозможно. Ну, вот зачем тогда мне сейчас нести? Или, может быть, он из-за мелочи такой тяжелой потроху? Ну, может, очень тяжелой. Да то же самое, что сумку 10-килограммовую. Вот сумка. Как вот, понимаешь, сумку? Ну, что думаешь? Нет, надо брать. Вот такой красивый кошелечек. Зато в нем не потеряется ничего. Что, обсирают меня, да? Ой, сволочь, а? За что? Я вчера видела, что машину на кухне снимала в ночном эфире. Да, я вчера была в ночном эфире. В 2 часа ночи, зайники мои. Я не могла не выйти к вам. Очень хотела. И даже в 2 часа ночи вышла на 30 минут. Просто, чтобы сказать, что я вас всех безумно люблю. Просто безумно. Вот. Из-за мелочи, говорят, тяжелый мамуль. Слышишь? Родные мои, приходите, пожалуйста, все на концерт 17-го числа с Леной Хроминой. Там будет Марина Африкантова. Она уже отпросилась с Дома-2. Вот как ее могут сразу раз и не отпустить, поверь. Ты что, не знаешь? Что? Дома-2. А что, не отпустят? Раз и не отпустят. 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 Она уже отпросилась. Мань, поцелуй мамочку. Всем передаю привет. Всего безумно люблю. Наверное, сегодня я другими тенями покрашусь. Не такими, как обычно, а вот этими. Inglot. Мой любимый пигмент. И мы вас любим. Не, ну, мне кажется, мы вас больше любим. Если честно. Блин, надо было светлым краситься. Или нормально? Ну, ладно. Ммм. Ммм.